Лукашенко серьезно болен, преемники начали подковерную борьбу за трон. Кто в доме хозяин? Кадыровцы продолжают опускать русских патриотов. Путин больше не страшный, а РФ не старший брат. Казахстан уходит от России к Китаю. Такаев отдаст космодром Байконур Сидзиньпиню. России нельзя верить. У нее нет ни друзей, ни союзников. Она обязательно всех кинет. Неожиданная явка с повинной от Соловьевской подстилки Мордана. Дроны СБУ взорвали склад боеприпасов в Воронежской области. Детонация не прекращается. Столбы дыма на десятки километров. Всем привет, меня зовут Федор Шеленко. И сейчас мы обсудим все самое важное и резонансное. О чем говорят в мире, Украине и, конечно же, за поребриком цивилизации. Обо всем, что в тренде. Поехали. Александр Лукашенко серьезно болен. И ему все сложнее это скрывать. Ему стало плохо прямо на саммите в Астане. И это произошло на глазах у многих свидетелей. Лукашенко стало плохо в Астане, но этот эпизод далеко не первый. Про здоровье Лукашенко говорят давно. Еще в прошлом году на параде победы в Москве он с трудом перемещался. К вечному огню его вез электромобиль. При этом у него были проблемы с рукой, как будто от катетера. И сразу после парада он вернулся в Минск и не остался даже на завтрак. А уже в Минске вместо него тогда выступал министр обороны. То есть Лукашенко сам просто не мог. Потом сослался на аденовирус и после этого его не показывали пять дней. Ясно, что болезнь сказывается на ногах. Чем именно болен самопровозглашенный? Точно неизвестно. Но уже совсем скоро это будет очень трудно скрывать. Еще один наш источник утверждает, что Лукашенко на самом деле очень тяжело болеет и очень тяжело переносит свою болезнь. Чем он болен? Неизвестно. Лукашенко в августе будет 70. Он моложе Путина на два года. И уже 30 лет у власти. Вдумайтесь в эту цифру. И выглядит хуже Путина. Это факт. Видно, что он гораздо сильнее сдал. На фоне серьезной болезни диктатора активизировались разговоры о преемниках Бульба Цезаря. Основными кандидатами на трон называют двух сыновей Лукашенко. Младшего Коленьки и старшего Виктора. По молчанию кандидатами в преемники являются дети. Старший сын Виктор и младший Николай. И, как говорят, они друг друга терпеть не могут. По наследству при этом власть передать все-таки будет трудно. Младший сын, Коленька, ходил в фаворитах, но выпал из обоймы. Явно не хочет. Старший ходил в должности помощника по нацебезопасности, но попал в опалу, как говорят, после того, как в 20-м году возражал против подавления демонстрации силой. Он наверняка будет претендовать на власть, хотя не похоже, что Лукашенко видит его наследником. Болезнь минского вассала серьезно бьет и по его хозяину Путину. Кремлевский геостротех может потерять сразу двух своих главных шестерок. Бульба Фюрера и Султана Дондона, здоровье которого также серьезно пошатнулось. Вместе с их потерей Бункерный рискует получить сразу два мятежных региона Чечню и Беларусь. А что вы думаете по этому поводу? Напишите свои комментарии. Интересно узнать ваше мнение. А также не забудьте поставить нашему видео лайк и подписаться на наш канал. Кто в доме хозяин? Кадыровцы продолжают опускать русских патриотов. Щупальца Рамзана дотянулись до очередного зет-военкора, попытавшегося высмеять тикток-отряды Дондона. На границе у нас в Белгородской области, на границе с Харьковской областью стоят, вот прям на границе стоят срочники. Такая реальность. Тиктокеры стоят за ними. А срочники у нас впереди. Ну что ж, ждем развязки. Развязки ждать пришлось недолго. Ведь в чем в чем, а в унизительных наказаниях русских патриотов кадыровцам нет равных. Друзья Романов в гостях у подразделения Ахмат недавно я выпустил видео, в котором дал свою субъективную оценку по состоянию дел в Харьковской области. Проговорил, что за подразделениями срочников, стоящих на нуле, стоят дословно было сказано тиктокеры. Не буду юлить, имелось в виду подразделение Ахмат. Вы знаете, и все-таки забавно, как у устроена эта внутрироссийская кухня. Как на любого русского шовиниста, который поверил в собственную исключительность, обязательно найдется свой кадыровец, который посредством унизительных извинений. Напомнит русскому зетнику, где его место. Сегодня имел возможность побеседовать с командиром подразделения Ахмат Абти Аронычем Алоудиновым. Также он пригласил лиц, организовывающих расстановку сил и средств на направлении. Из чего мне стало ясно, абсолютно ясно, что вместе, не за ними, а подразделения Ахмат стоят вместе с срочниками на нуле, то есть непосредственно на линии соприкосновения. За что приношу перед вами и перед подразделением Ахмат свои извинения. Дроны СБУ взорвали крупный склад боеприпасов в Воронежской области. Снаряды детонировали долго и громко. Столбы и дыма видны на десятки километров вокруг. На 9 тысячах квадратных метров враг хранил ракеты класса земля-земля, земля-воздух, снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия. Именно с этого склада оккупанты поставляют боеприпасы своим войскам в Украине. Жители Курской области и вовсе должны отблагодарить ВСУ как минимум донатом на новые дроны. Ведь, как мне кажется, удар по телекоммуникационной вышке с последующим отключением Геббельс ТВ это не что иное, как одолжение. Но не дронами едиными. В Дагестане из-за замыкания на силовом трансформаторе более 70 тысяч жителей Хасавюрта остались без света. А пока в Дагестане сидят без света, в оккупированном Крыму, а конкретно во Ушке, местные остались без газа. Все из-за масштабного пожара, который вспыхнул на газораспределительном узле. Окупационная власть отрицает возможность диверсии, называя причиной технические неисправности. Что скажете? Верим! А тем временем в Белгородской области начинают догадываться, что СВО идет таки не по плану. А обещанная Путиным санитарная зона образовалась в приграничных селах Белгородской области. Сейчас я вам буду показывать, что творится у нас в селе, как нас защищают. Вот мы въезжаем. Смотрите, товарищи, смотрите, что творится. Смотрите, вот одни собаки белые. Пустыня, пустыня. Пустыня, выжженное село. Хатынь отдыхает. Ребята, хатынь отдыхает. Каждый день жгут по шесть домов. С нашей стороны реакции никакой. Вот так вот мы довоевались. Довоевались мы. Помимо возмущений тем, до чего таки довоевалась Россия, у местного жителя имеется вопрос к местной власти. А точнее, ее отсутствию. Людей тупо бросили. Ну, существовало себе село какое-то под Белгородом. Было, да, всплыло. Чего бубнеть-то? А жителям села вместо газа и света пусть греют душу мысли о русском мире. Власти в селе нет. Мародеры ездят. Милиция к нам не приезжает. Делаю, что хочу. Вот еще дом горит. Свежий. Вот осталось. Окна еще целы. А вот сгорел полностью. Раж. Вот такие вот дела, товарищи. Вот, сейчас я вам покажу, как пылает следующий дом. Вот, смотрите, что творится. Вот, разрушенный стоит. Да и вообще, мужика этого надо судить за дискредитацию армии жестко и показательно. Так, чтобы, как завещал Соловьев, остальным тварям неповадно было записывать видосики с их мерзкой истерикой. Я думаю, надо заехать в Белгород, потому что пошло большое количество разных тварей, притворяющихся блогерами, которые говорили «Вот, федеральная власть забыла Белгород, помогите людям, у людей ничего нет, это кошмар, люди себя чувствуют брошенными, как вы можете, пока Москва гуляет, Белгород гибнет». Вот это вся мерзкая истерика. Минус Патриот, РЛС и несколько самолетов на аэродромах за пару дней. Такими выдающимися результатами вот уже несколько дней подряд хвастаются Z-Военкоры. Вот только есть одно «но». Как всегда, данные сообщения оказались обычным фейком. Российские удары искандерами по Криворожскому и Одесскому аэродромах пришлись в молоко, точнее, в резиновые изделия. Никакая это не победа, а скорее наоборот. Ведь, как заявил командующий воздушными силами Украины Николай Олещук, ракеты стоимостью в миллионы долларов ударили по пустышкам. Спасибо всем, кто помогает с качественными макетами самолетов и ЗРК. У врага поубавилось искандеров. А макеты еще подвезут. Написал Олещук. Кто подставляет бункерную крысу? Или скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты? Не успел еще стихнуть сексуальный скандал с правой рукой патриарха Кирилла, митрополитом Иларионом, который оказался геем и домогался японского мальчика, как скрипоносная свита Путина нанесла еще один сокрушительный удар по традиционным ценностям. Популярный российский блогер оказался педофилом. Бред какой-то. Ну, мы живем в таком каком-то зазеркале просто. Речь идет об Арсене Маркаряне, который прославился в российском интернете ярой ненавистью к женщинам. Но, что, пожалуй, неудивительно, в контексте России Арсен нашел своего зрителя. Сотни тысяч подписчиков в ютубе и инстаграме. Десятки тысяч в платном телеграм-канале. И вот, когда блогер достиг некоего пика, в сети всплыло старое видео, на котором жена-ненавистник признается, что вступал в интимные отношения с 12-летними девочками. Ну, ничего. Завтра Путлер и вся его шобла расскажет о годе семье, православии и традиционных ценностях, которые в Гаморе, то есть РФ, стоят во главе угла. Не то, что у этих западных сатанистов. Армения не страна, а всего лишь искусственно созданная неполноценная колония. Такую характеристику вчерашнему союзнику выдал соловьевский пропагандист Сергей Мардан. Ты считаешь, что мы правы вообще в глобальных отношениях с Арменией или все-таки нет? Россия всегда и во всем права. Никаких союзнических отношений между такой большой, красивой и многонаселенной страной, как Россия, и таким странным искусственным абсолютно образованием, как Армения, вот я не хочу никого обидеть, я просто констатирую, никаких союзнических отношений быть в принципе не может. Не думал, что это скажу, но ведь Мардан так и прав. Именно так РФ и смотрит на своих друзей-союзников по типу Белоруссии, Армении и прочих стран бывшего СССР. Слуга хозяину неровня, а потому пока Россия прогибается под Китаем, русским шовинистам, для ощущения собственной состоятельности, хочется, чтобы остальные прогибались под них. Нет никаких союзников. То есть отношения с такими странами, как Армения, условная Армения в кавычках, могут быть следующего формата. Либо они двигаются в орбите России, некоторые называют это обидным словом сателлиты, спутники, почему бы, я не вижу ничего в этом обидного, либо они двигаются в чьей-то другой орбите. У Армении с Азербайджаном все наоборот. Вот, поэтому вот, ну, какие тут могут быть союзнические отношения, извините? Вот, ну, был же договор. Был же договор. Какой договор? УДКБ. И чё? Нет, ну все тут все. И очередная победа великого геостратега Ваванапу. Президент Казахстана все быстрее бежит от любви бункерного в объятия Сидзиньпиня. Касым Жамат Такаев заявил, что передаст стратегически важнейший для РФ космодром Байконур Китаю. Как только закончится срок аренды, взамен казахстанским космонавтам обеспечат возможность раз в пять лет летать на китайскую орбитальную станцию Тяньгун. Российским героям всеобщая забота, любовь и уважение. Один из благотворительных фондов Москвы решил плавно подготовить своих вояк к деревянному макинтошу. И пожертвовал им бронежилеты с деревянными плитами. Я понял, это от деревянных пуль защищает. Ну да. Деревянными пулями будет или с рогатки. Я думаю, что такое легкое. Что у здравых россиян на уме, то у сенатора Чувашии оказалось на языке. Выступая на национальном празднике в Чебоксарах, Николай Федоров выразил главное желание большинства здравых граждан. Пару лет назад на встрече со студентами наш президент Владимир Путин сказал, можете проверить, когда закончу политическую деятельность, наверное, я перейду работать в аграрный сектор. Мне нравится виноделие. Помните, не помните? Так что у нас есть надежда, что Бог даст с Божьей помощью мы как-нибудь попробуем российское вино от Владимира Путина. Поэтому все будет хорошо. Что теперь ждет незадачливого сенатора Чувашии, предсказать нетрудно. Им займется или Мизулина, ну или Кадыров. Что хуже, даже уже и не знаю, но уже в следующих выпусках. Смотрите подробные и глубокие извинения Николая Федорова. Между прочим, вы меня не так поняли. В фашистском государстве неуважение к фашистским символам терпеть не будут. В Нальчике составили протокол на родителей выпускников, которые посмели сидя слушать гимн фашистской федерации. Ну, вы поняли, в путинской России ты либо свою страну любишь, либо она любит тебя. Ну и напоследок, видео для тех, кто все еще верит бредовым сводкам Коношенкова. Потерь в вооруженных силах России нет. К вашему вниманию, всего лишь одно из маленьких кладбищ на Камчатке. Это более чем в 15 тысячах километров от Украины. Для некоторых россиян прозрение хоть и поздно, но таки наступает. Просто нужно чаще ходить на кладбище. Вот здесь, только на этом пятачке, захоронены 150 наших с вами соотечественников. Это безвозвратно потери. Представьте себе, это сколько детей остались сиротами, может, больше даже. У кого-то там по два человека дети было. Жены также остались в долгах, родители осредотевшие. Это, если умножить на субъекты федерации, здесь маленькая загранина. По России центральности немного больше. Десятки тысяч лежат. Бездивно погубленные человеческие души. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова